В Японии прощаются с Микой Ямамото. Тело погибшей в Сирии журналистки доставил в Токио турецкий самолет. Генсек Ом встретился с новым спецпредставителем по сирийскому кризису. Последние данные по беженцам из Арабской республики заметно превысили прогнозы. В Сирию покинули более 200 тысяч человек. Более подробно смотрите в нашем сюжете. Тело японской журналистки, которая погибла в сирийском городе Алеппо, сегодня доставлено на родину. Пилоты и сотрудники аэропорта почтили минутой молчания память 45-летней Мики Ямамото. Ямамото входило в объединение свободных журналистов Japan Press. Она специализировалась на сборе материалов в зонах конфликта. Журналистка ранее работала в Афганистане, Ираке, Уганде, награждена японской профессиональной премией и является автором нескольких книг. Меня интересует вопрос, как погибла Ямамото Мика и была ли она убита. Пока мы не имеем ответов на этот вопрос. Боевые действия в самой Сирии продолжаются. Повстанцы полностью контролируют пограничные переходы с Турцией, откуда получают помощь для продолжения борьбы с Башаром Асадом. Впрочем, бойцам свободной сирийской армии почти каждый день приходится отбивать атаки регулярной армии, которая намерена вернуть контроль над населёнными пунктами вблизи турецкой границы. «После того, как наши подразделения установили контроль над пограничным переходом Баб-Аль-Хава, мы проверяем весь автотранспорт, который следует из Сирии в Турцию и в обратном направлении». Тем временем ООН не теряет надежды на мирное разрешение кризиса. Генеральный секретарь Пан Гимун встретился с новым спецпосланником Организации Объединённых Наций и Лиги Арабских Государств по сирийскому урегулированию Лахдаром Брахими, который вступит в должность 1 сентября. Брахими сменил на этом посту Кофи Анана, все усилия которого по разрешению сирийского кризиса завершались безрезультатно. «Чем больше будет продолжаться это насилие, тем больше людей будет гибнуть, больше человеческих судеб будет искалечено. Мы должны приложить совместные усилия, чтобы преодолеть этот кризис и сделать это как можно скорее». По данным Агентства ООН по вопросам беженцев, территорию Арабской Республики покинули более 200 тысяч сирийцев. Больше всего беженцев приняла Турция. В этой стране в настоящее время размещены около 74 тысяч человек. В Иордании зарегистрировали 61 тысячу сирийцев. Но местные власти настаивают, что на самом деле их гораздо больше – до 150 тысяч человек. Сирийские беженцы есть также в Ираке, Иране и Ливане. А около полумиллиона человек перемещаются внутри страны. Они покинули районы активных боевых действий между войсками президента Ассада и отрядами повстанцев.